Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как с помощью крючка не вяза сделать вот такие замечательные густые волосы для куклы. Как вы видите, никаких залысинок нету, все довольно-таки красиво, просто и аккуратно. И в итоге ребеночек сможет свободно заплетать на куколке, любые прически делать, ниточки не будут вытаскиваться, как вы видите, плотненько держится. Их также можно будет расчесывать, заплетать, стричь и так далее. То есть вот на примере вот такой куколки я вам покажу, как сделать вот такие замечательные волосы. Не забывайте ставить лайки, кому понравится. Мы начинаем! Для этого нам понадобится лысая куколка, связанная ниточки, могут быть как тоненькие, так и толстые. Единственное, учтите, что толстые мы будем рассоединять, то есть делать тоньше. А тоненькие вам понадобится гораздо больше. Почему? Потому что количество общее уйдет больше, чем из толстой пряжи. То есть толстую мы рассоединяем, тоненькую мы будем просто отрезать нужную длину волосиков. Также нам понадобится крючок и ножнички. Для начала отрезаем ниточку длиной, которую вы хотите измерить, ну то есть вот так вот в одно сложение. Измерьте и посмотрите, какой вы хотите длиной волосики. Вот, например, можно взять сантиметров 20, то есть 10 сантиметров у вас будут волосы. Если вам нужно покороче, соответственно берете покороче. По длине берете подлиннее. Но я рекомендую вам взять немножечко, ну как бы длиннее, чем вы хотите. Почему? Потому что, возможно, вы потом захотите постричь, то есть сделать какую-то определенную прическу. Затем, может, заплести захотите. Ну то есть берете подлиннее немножечко, чем вы хотели изначально. И теперь берем, рассоединяем ниточку. Я вот, например, у меня ниточка получается из 2, 4, 6, 8, 8 в ней вот таких вот тоненьких ниточек. То я буду рассоединять по 2. То есть, смотрите, я беру вот так вот, рассоединяю по 2 и у меня получается вот такой готовый локон. Из вот таких готовых локонов у меня и будет состоять волосики. То есть вы нарезаете очень большое количество, точное я вам не скажу. Почему? Потому что может быть разная пышность, разный объемчик головы, вот здесь вот размерчик. Поэтому нарезаем большое количество. Если у вас толстая пряжа, как у меня, рассоединяете на локоны, которые вы хотите, чтобы у вас были. Я, например, буду по 2. Можно, в принципе, и по одной ниточке, но слишком тоненько. Я не очень хочу, чтобы были слишком тонкие мои локоны. Поэтому вот так вот я буду рассоединять по 2 большое количество ниточек. Вот такие ниточки у меня в итоге получились. Я отлаживаю их в сторону и беру всего лишь одну ниточку. Складываю ее пополам максимально ровно. И мне понадобится вот эта верхушечка петелечка. Я беру, нахожу вот здесь вот в серединке головы, там, где у вас обычно кольцо амигуруми, либо наоборот 6 петелек, собранные вот так вот стянутые в верхушке. То есть у меня здесь была шея с телом и головой сплошная вот здесь вот. Поэтому у меня вот здесь вот стянутое кольцо амигуруми. И теперь смотрите, мы вводим крючок вот так вот через 2 петельки. То есть вот так вот вводим крючок и через 2 петельки вытаскиваем вверх. Берем, захватываем образовавшуюся петельку при сложении ниточки и привытаскиваем. То есть у нас получился вот он локон в одной руке и вытянутая петелька. Теперь отступаем от вот этой вытянутой петельки 2 столбика вбок и туда вводим крючок. Вытаскиваем мы в той же петельке, где у нас вот эта петля, образовавшаяся после втянутой ниточки. Теперь одеваем на крючок вот эту петельку. То есть у нас получается 2 столбика на крючке и петелька. Берем следующую ниточку, складываем ее точно так же, как и первую пополам. Получается вот такая петелька в руке. Мы эту петельку одеваем на крючок и протаскиваем сквозь петлю первую и 2 столбика без накида. Вытаскиваем через 2 столбика без накида. И теперь подтягиваем за тот локон первую вытянутую петлю. У нас получается ушло, вот здесь вот петелька ушла в голову. То есть посмотрите, у меня получилось 2 локона через 2 столбика и через 2 столбика петелька. Снова пропускаем 2 столбика и выводим крючок вот сюда к первой петельке. Одеваем ее на крючок и снова берем третью ниточку, складываем пополам, делаем петельку, пальчиком зажимаем. Эту петельку одеваем на крючок и пропускаем сквозь образовавшуюся петельку предыдущую. И плюс пропускаем сквозь 2 столбика без накида. Теперь откладываем эту ниточку немножечко вбок, чтобы она вам не мешала. И находим предыдущую ниточку, которая у нас вот она петелька. Тянем за нее, тягиваем в голову, опять спрятали. У нас снова получилась всего лишь одна петелька. Итак, я буду продевать по спирали, пропуская 2 столбика. Вот так вот. Затем одеваем обратно петельку последнюю на крючок. Берем следующую ниточку, складываем пополам. И получаем вот такую петельку сквозь пальчиков. Пропускаем ее сквозь предыдущую петельку, эту новую. На крючке та, которая петелька, не трогаем, а предыдущий локон подтягиваем в голову. То есть нам нужно убрать в голову вот этот локон. Поэтому подтягиваем. Если предыдущий вдруг у вас вытащился, то подтягивайте еще перед ним. Затем снова у нас получилась вот такая крайняя петелька. Мы снова пропускаем 2 столбика. И вытаскиваем вот здесь вот, где у нас петелька. Крючок. Одеваем на крючок петельку. И снова берем новую ниточку и пропускаем сквозь нее. Можете пропускать не 2 столбика, а 1. Но тогда получатся слишком густые волосы и у вас слишком много уйдет ниточек. Поэтому где-то через 2 столбика в шахматном порядке от предыдущего ряда. Вот, придерживаете крайнюю петельку, которая на крючке, и вытаскиваете предыдущий локон. И дальше поехали. Если вытащился предыдущий, подтягиваете его предыдущий. То есть вот так вот, смотрите. И каждый последующий локон я буду вставлять через 2 столбика по спиральке спускаться. И у меня получаются вот такие вот в итоге замечательные волосики. Я буду спускаться по спирали до нужной мне высоты лба. А затем я вам покажу, как можно сделать там, где у нас будут располагаться ушки. То есть вот так вот по спирали, они кажутся реденькие. Но на самом деле, когда вы сделаете, полностью насадите все волосики до нужной вам высоты лба. То есть вот так вот по спиральке. Вы потом затем плотненько будете опускаться плотненьким вязанием. Но смотрите, вам нужно будет, вот к примеру, вы хотите по вот такую вот высоту лба. Вам нужно будет остановиться на предыдущем рядочке. То есть последнюю высоту лба мы с вами провяжем вместе. Для того, чтобы вы поняли, как можно будет спрятать вот эти вот изъяны немножечко из-за лысины. Поэтому мы последний ряд с вами провяжем вместе. А затем я покажу вам, как сделать там, где у нас будут ушки. То есть продеваете вот так вот по спирали вниз через 2 столбика в шахматном порядке. То есть у вас должна всегда быть одна рабочая петелька, а затем сквозь которую вы пропускаете новую ниточку и делаете новую петельку. Эту подтягиваете ниточкой, из которой она состоит. То есть вытягиваете новую петлю сквозь старую и подтягиваете старенькую. Затем снова новенькая петелька, старенькую подтягиваете. Или предыдущую, не старенькую, а предыдущую. И вот получается у нас вот такие замечательные волосики. Вот мы понанизывали наши волосики, и теперь смотрите, вот у меня последняя петелька. Теперь у меня остался последний ряд волосиков, можно даже два ряда, то есть вот первый ряд и следующий ряд. Их я рекомендую вам по кругу повставлять ниточки не через два столбика без накида, а в каждый, в каждый, в каждый столбик. То есть делать как бы частое вот это вот насаживание волосиков. То есть вы сейчас протаскиваете крючок и петельку через вот так вот одну петлю, через один столбик без накида. И в каждый, в каждый, в каждый столбик насаживаете плотненько волосики. То есть хотите, можете сделать только последний ряд, хотите, можете сделать предпоследний и последний ряд. То есть здесь уже зависит от этого густота и красота насаженных волосиков спереди. То есть если вы вот так оставите, видите, не очень красиво. А когда насадите плотненько, вот так вот, прям друг за дружкой, то будет красивый такой вот переход, как у человека, либо как у покупной куколки. И вот такие волосики у нас получаются. Вводим крючок в каждый последующий столбик или зазорчик между столбиками. И вот так вот продеваем сквозь петельку следующий волосочек. Подтягиваем с предыдущего волосочка петельку. Можете еще немножечко затрагивать и пред предыдущие. Теперь снова вот она, крайняя петелька. Вводим крючок в следующий столбик и выводим под вот этой петелькой. Берем ниточку, складываем снова пополам и продеваем сквозь образованную петельку перед этим. И выводим новую петельку. Теперь нам осталось лишь только подтянуть предыдущую, чтобы спрятать предыдущую петельку. И вот она, каждая последующая. Снова вводим крючок в следующую петельку или в следующий столбик, как вам проще понимать. Складываем волосинку нашу пополам и пропускаем сквозь петельку, образовывая новую петельку и предыдущую всего лишь затягиваем-подтягиваем. Снова в следующую петельку, выводим сквозь петельку и вот так вот, делая новую петельку, вытягиваем ее в следующем столбике. А эту, которая у нас продетая, волосинка, просто подтягиваем. Снова вводим крючок в следующую петельку столбика следующего и выводим сквозь старую петельку, предыдущую, новую образовавшуюся петельку при сложении. Вот так вот. И нам осталось лишь только подтянуть эту петельку. Вот такие ровные рядочки у нас получаются, красивые и густые волосы. После того, как завершили последний ряд, как я вам уже говорила, в каждый, в каждый, в каждый вот здесь вот столбичек, промежуток между столбиками, получилась вот такая замечательная макушка. Я ниже ряд больше делать не буду, я сделала всего последний ряд через вот этот вот столбик, то есть каждый. И смотрите, вот она последняя моя петелька. Так как у меня ряд по спирали смещен, то, соответственно, у вас тоже, я думаю, что так получится. Вот этот стык можете пока оставить где-то за ушком. То есть, если он у вас здесь где-то, либо, ну, в общем, с задней стороны больше за ушком, то это замечательно. Дальше пришивайте ушки, если они вам нужны. И теперь нам нужно немножечко спуститься вот таким вот образом, как мы делали петельками, спуститься на ряд ниже, а то и два ряда. То есть, нам еще нужно в каждую, в каждую петельку вот так вот спуститься по диагонали и еще пройтись вот так вот где-то ряда три вниз. То есть, задняя часть у нас должна быть ниже, чем передняя часть. В принципе, вы можете сейчас просто продеть сквозь вот эту ниточку последнюю, вот так вот взять, продеть в петелечку ниточку нашу волосик и вытащить вот этот последний локон. То есть, вот эту ниточку нашу, сейчас где она у меня зашевелится, вот мы за нее потянем. У меня немножечко еще здесь было вставление, поэтому вот так, смотрите. То есть, вы просто петельку, сквозь петельку продели ниточку и вытянули петлю. То есть, так можно спрятать последнюю петельку, вот смотрите. То есть, продеваете ниточку и петельку затягиваете последней ниточкой, из которой у вас петелька. Либо же, либо же, снова продеваете ниточку, вытаскиваете в нужном месте петлю, где вам нужна следующая волосиночка и спускаетесь по диагонали. Хотите, можете отметить иголочками с бусинками, либо булавочками какими-то, где у вас должны располагаться волосики. И вот ровно по той отмеченной части вдеваете волосинки. Точно так же и с задней стороны. В принципе, можно оставить и так. Я думаю, что и так довольно-таки симпатично. Вам останется лишь только расчесать волосы. Можете даже расчесать обычной расческой. И у вас вот такая вот красоточка в итоге получается. То есть, вы ей уже заплетаете нужные причесочки. И замечательная такая вот куколка у вас получилась. Если вам не нужно, чтобы сзади были еще волосы. Если же вы собираетесь делать прически вот так вот в виде хвостика, то понятное дело, что вам сзади нужны тоже волосики. Поэтому берете, продеваете петельки, вдеваете в петельки волосики. И, как вы видите, они хорошо держатся. Мне этот способ очень нравится. Волосики не выдергиваются. Что разве со временем. И вам придется, в общем, в принципе, только после того, как вы проденете, только подстричь до нужной вам длины, либо причесочки и так далее. Если же вам этого достаточно, прячете последнюю вот эту петельку. Я специально ее выделила. И остается лишь только сделать красивую укладочку. Хотите, можете накрутить эти волосики. Так как это ниточки, они легко поддаются термообработке. Поэтому берете и накручиваете несколько ниточек на карандаш. Вот так вот. И отпариваете утюжком. Буквально 3-4 каких-то там, можете даже секундочки, где-то 5 секундочек подержать. И затем вытаскиваете карандаш. У вас получается локон. И слишком долго нагревать утюжком не нужно, так как эта ниточка. Вот. И я думаю, что получится довольно-таки замечательная причесочка. И, конечно же, кому понравилось, обязательно лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте. Хорошего вам настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok